Viewer discretion is advised Всем привет, дамы и господа, с вами Юрий Холанский, это новый выпуск проекта Байки Сегодня я подобрал несколько разношерстных, разнокалиберных, так сказать, байк Которые, наверное, придутся по вкусу любому ценителю Но перед тем, как мы начнем, друзья, выпуски перестали собирать по 20 тысяч лайков Вот что это такое? Память стирается Мне уже приходится приглашать домой корешей, с которыми я давно не виделся Для того, чтобы вспомнить какие-то байки Вы не представляете, через что мне приходится пройти? Некоторые из них скучные, чтобы вы знали Да, с некоторыми людьми меня связывает всего одна интересная история Которую я не помню, и мне приходится восстанавливать ее по крупицам Ради вас, ленивые пидорасы, которые не ставят лайк А те, кто ставят лайк, не ленивые пидорасы В общем, заболтался что-то о лайках, пора уже переходить Поэтому мы начинаем Многие спрашивают меня, Юра, вот ты постоянно пиздишь на говнарей, на их легенды, ссышь на их иконы Неужели тебе никогда не давали пизды? Так вот, один раз мне чуть было не дали пизды Кстати, мне давали пизды, но не те говнари, что мы могли подумать, а чуваки из Blackstar Mafia Поэтому формально я все-таки получал пизды от плохих Любителей плохой музыки, но Сейчас не об этом Тогда я чуть было не получил пизды за Алису Вот что самое удивительное за группу, в которой я, в принципе, ну, никак не отношусь То есть, ну, естественно, мне это не нравится, как и большинство в русском роке Не испытываю ничего позитивного Но мне было по меньшей мере странно, когда на вписке я узнал, что какой-то чувак хочет меня отпиздить за группу Алису Во-первых, я стал долго вспоминать, где я упоминал Алису Оказалось, что я даже не Алису упоминал Я сказал, что Кинчев, это... Вместо Кинчева выступала куча говна в красных шортах с православным крестом И никто не заметил разницы Ну, что-то такое Ну, знаете, шутка такая, как бы, на любителя Ну, понятно, забавно, потому что Кинчев все время был в этих шортах с огромным крестом И типа, подмени его кучей говна, шорт и крест достанутся, никто и не заметит Ну, в очередной раз мы узнали, что говнари не понимают шуток Тогда он прям серьезно порывался мне отпиздить Но в итоге как-то все дело замялось И потом я узнал, что этот чувак реально безбашенный То есть, один раз его облили водой за то, что он шумел под окнами Знаете, есть люди, которым интересно тусить именно во дворах Не весело стоять и гоготать, когда вас никто не слышит, и вы не мешаете кому-то спать Его облили водой, и после этого он был так зол, что пошел, накупил себе яиц в магазине И закидал абсолютно все окна в этом доме на фасаде, вот с той стороны Потому что я не смог понять, из какого окна на него что-то выкинули Вот насколько я был в опасности от получения пизды за Алису Этот парень бы явно, блядь, если он любит забавляться с яйцами, то он давал бы мне по яйцам Но в итоге кончилось тем, кстати, что он как-то перепихнулся с женщиной, которая понимает Более-менее в интернете, она ему объяснила все это, и теперь он вполне нейтрально ко мне относится Поэтому нет такого безбашенного и отмороженного говнаря, который не проникся бы моим обаянием Ну а если вы любите безбашенных людей в хорошем смысле слова, то я рекомендую вам подписаться на канал Гоша Продакшн Пранк Здесь чувак просто ходит и по-жёсткому троллит людей всякими Ну ставит людей в неловкие социальные ситуации и снимает это на видео То есть чувак реально нет тормозов, он просто по-чёрному угорает В некоторые моменты я просто сидел и думал, ну блядь, тебе точно пизды должны дать это такое Но там как-то, знаете, моментами бывает удачно, бывает неудачно, бывает ускользнул, бывает всё-таки Ну в общем обязательно посмотрите, очень интересный канал А мы переходим к следующей байке Кто-то из вас ещё может помнить байку про чувака из Архангельска, который размажил камнем голову чуваку из параллельного класса Моего за то, что тут вскрытил у него Mortal Kombat Про него есть ещё одна забавная история Я решил, раз уж он не отпиздил меня за прошлую байку, можно ещё одну В один прекрасный день он появился во дворе Ну, тогда мы тусили во двора, знаете, то есть как бы люди собирались И в основном кореша строились по территориальному признаку Ну, кто рядом живёт, тот и кореш С кем ты ходишь в школу, с кем дружишь И он появился во дворе с серёжкой нахуй в ухе С ёбаной серёжкой И, естественно, мы сразу стали Типа, вот, блядь, пидор, всё такое Потому что я, друзья, считаю, что серёжки это голубизна Многие думают, что у меня была серёжка На самом деле это родинка, которая находится с обратной стороны Её нет, я чист Хорошо, что родинка у меня на левом ухе, а не на правом А то все точно думали, что я, типа, какой-то одумавшийся педик Нет, я всегда считал это не пацанским делом Ну, единственное, ты можешь, как бы, вставить себе серёжку, если ты пират Тут уж, блядь, без базара Если ты приплыл на блядском корабле Если у тебя деревянная нога, нахуй, пиастры То ты можешь носить серёжку Собственно говоря, это я и высказал своему другу из Архангельска Он отпиздил меня Ну, знаете, так, не сильно отпиздил, как в Блэкстер Мафии А так, любя, по-дружески, пизданул меня, пизданул ещё одного чувака Который тоже его там бабой назвал или что-то И на этом мы поутихли Типа, он нам стал рассказывать, что это, типа, вообще, блядь, не пидорство Это настоящие мужики так делают Рок-музыканты, нефоры И всё такое Мы тогда были очень маленькими ещё в школе Мы, как вы понимаете, не особо увлекались всем этим Ну, моё увлечение неформальной культурой ограничивалось тем, что я в балаконе скутера пиздился с чуваками в балаконе Оникса в шестом классе Ну, не более того И он нам так прочитал лекцию про серёжки И вечером пошёл в компьютерный клуб И огрёб там неебических пиздюлей Просто феноменальных Компьютерные клубы Это, как вы можете знать или не знать Места, где раньше собирались люди, когда у них не было компьютеров дома для того, чтобы поиграть Неебических пиздюлей Просто Пришёл расквашенный совершенно и ещё и с разодранным ухом Мораль всей байки такова, друзья Если вы хотите инкрустировать своё тело какой-то пидорской штуковиной И если даже вам удалось доказать своему отцу, матери, своим друзьям Что, блядь, это ни капли ни пидорства Это ещё не означает, что вы можете доказать это всем Кто-нибудь, да, и сочтёт это всё-таки пидороснёй Вырвет у вас эту хуйню и отпиздит Я не говорю, что сейчас такое может случиться Сейчас времена меняются Но раньше приблизительно так и было Многие обвиняют меня в том Что в своих байках, историях и упоминаниях Даже, ну, когда с Мэдисоном беседуем Я пиарю Killfish На самом деле Killfish это отвратительнейшая Рыгаловка, вот просто Самое жуткое место, которое можно придумать в Петербурге Кроме, наверное, СПБ-бара Но в СПБ-бар я не хожу И поэтому все мои истории про Killfish Потому что в СПБ-баре у меня всё время происходит Какая-то хуэрга То есть то там в одном, да, я даже забанен Не знаю, помнят ли они до сих пор Но один раз меня не пустили Из-за того, что я там накуролесил Расскажу вам забавную историю Такую о том Каким приёмом может воспользоваться охрана И как не дать Если вы пьяный базатёр Который решили продолжаться нахуяриваться Как не дать себя провести Мы с другом как-то сидели В СПБ-баре пришли Всё, сели Нам дали меню Посидели, выбираем А мы, естественно, пьяные И к нам подходит официантка и говорит А, администратор Администратор Ну, всё равно женщина Как её администраторша назвать В общем, официантка, которая работала официанткой Блять, пять лет в одном месте И её назначили главной над теми официантками Которые работают там по два месяца и уходят Вот что такое администратор в СПБ-баре И говорит Мы вас, типа, извините Мы вас не будем обслуживать Я говорю Что это, как это, простите Как это не будем обслуживать Вы пьяные, типа Мы, я говорю Ну, естественно, мы, блять, пьяные Мы пришли в бар Сейчас, блять, практически ночь Каких людей вы ожидали увидеть Кто вообще приходит ночью в бар трезвый То есть человек ждал до ночи Для того, чтобы начать пить Ну и начинаю затирать такое Это ей не понравилось Идивительно Она не была отронута моим Космическим обаянием И послала охрану Которая начала говорить Что нас не обслуживают Я говорю Ну ладно, тогда давайте Жалобную книгу Потому что я очень мерзкий человек Я всё время Пишу заявления на людей С которыми подрался То есть я из тех людей Которые мелочные И сутяжничают до самого конца То есть я говорю Пишите жалобную книгу Сейчас подробно всё изложу С этим инцидентом Я не пьяный, я могу И меня начинают проводить Типа пойдёмте Раз хотите жалобную книгу Так давайте Мы с другом Выходим Идём-идём к жалобной книге Типа И раз Оказывается, что уже выход Всё И типа Мы вышли из бара И они встают Охранники На двери показывают Типа на табличку Охрана имеет право Отказать в доступе клуба В клуб Без объяснения причин Я говорю Такая жалобная книга Охрана стоит То вы не были там Жалобная книга Только для клиентов Жалобная книга Для тех Кто А вы типа Убираетесь отсюда Пьянчуги Так меня развела Охрана В СПБ-баре Вместе с другом И мы пошли Нахуериваться В какое-то другое место Печальная на самом деле История И не попадайтесь То есть Если вас Куда-то выводят К жалобной книге Требуйте жалобную книгу Прямо на место Или там Переворачивайте столы И крушите посуду Нет Не надо этого делать Наверное А то вас тоже Не будут пускать В какие-то бары Следующую байку Я хотел Изначально Включить В чисто мужские байки Но потом Мне Как-то показалось Что там Недостаточно Мужественности В этом Хотя история Вряд ли Понравится Девушкам Поэтому Чисто мужская байка В этом выпуске Пацаны Расскажу Про самую Огромную Блять И вонючую Блевозину Которую я Когда-либо Видел И была она Пацаны Вы не поверите Прямо здесь Вот так Она тянулась От кровати Она проходила Вот так Вот И Заблевывалась До моего Добофона Идеально Потому что Тогда мы Очень нахуялились У меня сидели Кореша Один кореш Нахуярился Больше остальных И казалось бы Вот она Концовка истории Сейчас я буду Рассказывать о том Как он блеванул Но нет Смотрели мы Смертельное оружие Залпом пересматривали Знаете Иногда Круто посидеть Вот так С первой По четвертую часть Например Смертельного оружия Отличное времяпровождение Обожаю Мэлла Гибсона Хорош Этот чертяка Ну до того Как он спятил С там Антисемитом И страсти Христовой И все такое Он все таки был Отличным парнем Так вот И мой друг Сказал что он Хочет есть А у меня дома Из еды Как в те времена Так и в эти времена Только пиво Единственное что Это же Ну раньше еще Был виски Но теперь Пивная диета Потихоньку Пытаюсь худеть И он отправился На поиски Шавермы Потому что Знаете Любой петербуржец Рано или поздно В жизни Напивается До такой стадии Что ему хочется Съесть эту шаверму Шаверма окружает нас И люди которые Больше всего Гонят на шаверму Типа Фу да ты что Туда же Блять Дрочат нахуй Эти повара Там же блять И собака Она Когда они нахуй Яриваются Они самые первые Приходя мимо Ларька Такие Блять Шаверма Мух Нужно Блять Насколько же И потом стоят И жрут Ее Эту шаверму Знаете Какой-нибудь В лаваше Из нее течет Жир И чувак Который вам Две недели назад Рассказывал о том Что никогда в жизни Не будет жрать И там собаки Он стоит И слезы Тихут у него По глазам От того Как они вкусно Есть Мой друг Отправился Приобрести шаверму И Раньше в шаверме Которая Тут была Неподалеку от меня Там подавали еще и борщ К Ну в общем такой Бизнес-ланч С вариантом шавермы То есть Если вы Хотите Бизнес-ланч Но при этом Еще и съесть шавермы Вот идете Вам типа Укладывают Как-то по-другому На тарелку Эту шаверму Ставят борщ Берете себе чай И ешьте Просто огромная штука И Мой друг Ее естественно Всю съел Похлебал борщ Все допил Вернулся к нам Рассказал Какая была Вкусная шаверма Как ему понравилось Как это было Восхитительно И как он рад тому Что он нарушил Свои Свои антишаверменные Принципы И после этого Лег смотреть Дальше Смертельное оружие И Тут же Начал блевать То есть В тот же момент Как он лег Как он поменял Своё положение Придя и принеся Мне эту шаверму Внутри себя Начал блевать Побежал И Я никогда Такого не видел Друзья Я не знал Что так много Можно выблевать То есть обычно Знаете Блююемый Или как это сказать Блюющий Да Блюющий Человек Блюемый Это тот На кого попадает Блевотина Наверное Блюющий Человек Может наблевать Где-то полтазика По моим личным наблюдениям Но здесь Это была Просто феерия Друзья Словно попал На Блядь Карнавал С салютом Нахуй День России Всё И Вот такой Просто толстый След Будто Блядь Лизун Нахуй Розовый Какой-то Полз по земле Простирался И заканчивался На домофоне После чего Вдруг отрубился Как делают Большинство Блевающих Чуваков И нам пришлось За ним Выбирать Сидели Выковыривали Блевотину Из вот этих Вот хреновин Домофона Знаете Одна из самых Неудобных Вещей Для того Чтобы блевать Поэтому Если из этого Можно извлечь Какую-то Мораль Друзья Если вы Блюете Пожалуйста Не блюйте Вот в такую Вот хреновину Блядь Потому что Ваши друзья Потом будут Сидеть С этого Телефонного Провода Выковыривать Вашу Шаверму Будьте Никогда Не понимал Друзей Которым Нравилось Проводить Время В летних Лагерях Во-первых Слово Лагерь Уже Должно Как-то Настораживать Хорошую Вещь Лагерем Не назовут Скажем Так Нет такого Что Лагерь Там Отдых И там Было бы Весело Хорошую Вещь Назовут Курортом Там Санатория На крайняк То есть Лагерь Подразумевает Какую-то Нагрузку Работу Режим И подразумевает В первую очередь Режим Любой сидевший Может вам Это подтвердить И Мне всегда казалось Что туда Отправляются люди Которых Не любят Родители То есть Родители Так устают От них Что хотят Дай хоть летом Блять Отправлю Этого Ебана Подальше От себя А ездят туда В основном Те Дети Которым Не хватает Какой-то Не знаю Не то что Ебли А именно Свободы В городе То есть Дети Которые Не могут Например Позвонить родителям И сказать Я блять У друга Заночевал Или все Ну не пойду Никуда Мне всегда Такие дети Вызывали Исключительно Презрение То есть Знаете Те кто Особенно Телки Это выглядит Просто жалко Когда там 18-летняя Телка Или там Ну уже Совершеннолетняя Блять Типа Я пойду Я маме Обещала быть Господи Помилуй Что с тобой Мы крощёлка Вот Вернемся к лагерям Как-то раз Мои Два Одноклассника Приехали Из лагеря И начали Затирать Историю Про то Что они Поебались А это было Ну не помню Ну в общем Это был какой-то Класс Когда ебутся Столько самые Отмороженные То есть 13 лет Или 14 лет Я не говорю Что Это плохо Там Ебаться в 14 лет Но Вообще Да Не очень Хорошо К слову У меня У меня Не получилось Поебаться 14 лет Поэтому Просто Считайте Что я Завидую Но Когда Приезжают Там Два 13 Летних Чувака И начинают Наперебой Рассказывать Как они Пердолили По Две Телки Меня И семьи Это Наводит На мысль И Я долго Слушал Все эти Бредни Относительно Того Как Ну Кто-то Повёлся Знаете Начал Расспрашивать А как Там Вогине Типа Ну Да Все Там С опытом Рассказывает Как Оно Все Происходило Как Он Пердолил Что Они Чуть ли Не Вожатый Отвернется Пердолит А потом Еще и Вожатого Пока Он Отвернулся В общем Такие Хардкорные Тусовщики А в итоге Когда Я Уже Перешел В другую Школу И заговорил О тех Двух Чуваках Как Раз Ну Рассказывал Вот Эту Типа Историю Про То Один из Новых Моих Одноклассников Спросил И фамилию Я такой Типа Тот И тот Они В лагере Такой-то Такой-то Лагерь Типа Такой-то Такой-то Год Так я Типа Их Знаю Они же Чможники Мы Гнобили Всю смену Типа Я такой Да ну Нахуй Тот Самый Лагерь Тот Самый Лагерь Тот Самый Год Такой-то В таком-то Типа Отряде Были Просто Говорит Конченые Пидорасы В итоге Когда они Уезжали Под конец Мы им Зубную Пасту Нассали Поэтому Когда вы Слышите Какую-то Знаете Откровенную Ложь Когда вам Пытаются Напудрить Мозги Я кстати Не про свои Байки Сейчас Мои байки На 100% Правда Либо они Происходили со мной Либо с кем-то Из друзей Которым Я верю Но когда вы Слышите Откровенные Какие-то Истории Про Ёблю Блядь То Как Какой-то Неказистый Чувак Пидорит Каждый День Новую Телку Знаете Друзья Скорее Всему Мы просто В пасту Нассали Ну вот И подошел К концу Сегодняшний Выпуск Байк Друзья Что же Что же Я могу Сделать Для развития Твоих Байк Юра Спросите И я Отвечу В первую Очередь Поставить Лайк Лайки Это мой Хлеб Тем более Теперь Приходится Заниматься Краеведческой Деятельностью Практически Восстанавливать Байки По крупицам Собирать Информацию Звонить Одноклассникам А я Вообще Людей Терпеть Не могу А вы Меня заставляете Общаться С ними Я бы Вообще Сидел Дома Но Никаких Байк Не происходит Когда вы Сидите Дома Что тут Случится Я споткнулся И упал Блять От пивной Бутылку И поскользнулся Продолжать Заниматься Этим Проектом Можете Подписаться На канал Нет Сюда Показывают Мне говорят Что я постоянно Не туда Показываю Левой рукой Нужно Показывать На канал Russian Stand Up Где они будут Выходить В дальнейшем Можете еще Подписаться На канал Гоши Production Prank Напоминаю Ну а с вами Был Юрий Хованский Всего вам доброго